Шахматы быстрые, кубок открытый, участникам от 7 до 17. Вот суть турнира, который прошел в Звенигороде. Учитывая возраст спортсменов, главный судья соревнований в напутственном слове напоминает правила. По невозможным ходам. Часто, да, много у нас здесь юных шахматистов, юных шахматистов, которые, бывает, делают ход, и их, король, остается подбором. Так делать нельзя. Пространство турнира организовано так, что здесь могут вести шахматный бой 70 участников. И, как выяснилось, свободных мест не осталось. Много местных, одинцовских ребят, много приехало и из Москвы. Например, восьмилетняя Наташа. Девочка немного снисходительно рассказывает о своих первых партиях, в которых набрала пару очков. Они были младше меня и играли. За мной повторяли люди, и у меня из-за этого получилась выигрышная позиция. Поэтому мне было легко играть достаточно. Между прочим, открытый кубок по шахматам – одно из последствий возрождения стадиона «Спартак». Об этом рассказал почетный гражданин города Валентина Ермакова. К его открытию была собрана большая выставка, посвященная традициям шахматного спорта в Звенигороде, который в свое время гремел на всю область. Здесь постоянно проходили соревнования, в том числе и международного уровня. Активность общественников привела к результату. У шахмата в Звенигороде появится свой адрес. В городе было дополнительное помещение, выделено. Правда, оно сейчас будет находиться в ремонте. И в 2024 году это Звенигородский филиал Веденского дома культуры «Огонек», где и будет базироваться. Постоянное помещение дает основания строить более серьезные планы. Организаторы кубка рассчитывают сделать его регулярным. Превратить Звенигород в шахматную столицу Подмосковья. В дальнейшем ежемесячно мы будем проводить турниры. И, ну, как мы видим по этому мероприятию, турнир вызвал очень большой ажиотаж среди участников из Москвы и всей Московской области. Идея интеллектуальных соревнований нашла отклик среди предпринимательского сообщества Звенигорода. На добровольные взносы были приобретены 18 наградных комплектов и множество подарков для юных победителей. Похоже, шахматисты удачно разыграли свой дебют. Тимур Гайсин, телекомпания Одинцова.